Привет, дорогие друзья! Сегодня 8 марта, сейчас 9 часов утра и я уже на ногах. Я думаю, что вы меня потеряли, но все-таки не получается выкладывать больше видео, потому что очень много дел. Но я думаю, со следующей недели я буду чуть-чуть посвободнее и поэтому больше будет интересных видео. Ну а сегодня я поздравляю всех женщин с 8 марта. Я приехала на завтрак организованной ассоциации журналистов Алании для женщин. И в этом видео покажу вам, как проходят такие завтраки, какая погода стоит в Алании. В общем, все самое интересное, что я увижу сегодня. Поэтому оставайтесь со мной. Если вы еще не подписались на канал, обязательно подписывайтесь. Как вы видите, в Алании стоит просто потрясающая погода, несмотря на то, что 9 утра, но очень тепло. Конечно, я в куртке в шарфе, потому что я мерзну всегда, но пока хочу показать вам еще одну дорогу, ведущую к смотровой площадке на Красную башню. Вот вы видите, я нахожусь на параллельной улице от набережной. Сначала идет набережная, потом идет еще одна улица. Вот здесь вот будет хорошо видно. Вот вы видите набережная, дальше идет еще одна улица, и я нахожусь на третьей улице. Многие видели из вас вот эту вот мечеть. И если вы подниметесь от набережной по этой улице, по этой лестнице наверх, то по этой улице вы сможете дойти еще до одной красивой смотровой площадки. Эта улица всегда спокойная, здесь мало народу, но очень интересно здесь гулять. И, конечно же, летом здесь интересно гулять, потому что очень много зелени и цветов. И вы можете увидеть традиционные турецкие дома. Ну и не такие старые, например, домики вот такого вот плана. Посмотрите, как люди живут в Аланье. Посмотрите, какие здесь еще есть кактусы. Вот такие вот замечательные кактусы здесь растут. Они, конечно, не колючие. И, кстати, когда сезон, собирают фрукты кактусов и их кушают. Я еще не пробовала, но если кто-то пробовал, обязательно напишите. Вот вы видите, вот там вот есть фрукты. Они, конечно, уже высохли, такие вот красненькие. Вот именно их едят и продают на рынке. Ну а сейчас я вам покажу, как же выглядит ассоциация журналистов Аланьи. Народ еще собирается на завтрак. Пока еще мало народу, но, в общем, столы уже накрыты. Еще раз поздравляю всех с 8 марта. Сегодня очень насыщенный день в Аланье. В 12 часов начинается празднование в центре города. Будет выставка. Я постараюсь ходить на все эти мероприятия, но это вы увидите уже в следующем видео. Такие вот красивые желтенькие машинки здесь есть. Если бы у меня были права, я бы, наверное, себе купила только такую машину. Ну а вот так вот выглядят дома, которые находятся на параллельной улице. Далее, спускаясь вниз, вы попадете на непосредственно уже на набережную. Ну а мы подходим к ассоциации журналистов. Есть вход и с набережной, есть вход и с этой улицы. Вот такая вот здесь у нас красота. Народ уже собирается. Ассоциация журналистов Алании по-турецки звучит Алания, газета Джилер, Джеми Эти, что значит Аланийская журналистская ассоциация. И сейчас я покажу вам, как выглядит офис, где проходит собрание. Помещение не очень большое, но эта ассоциация очень активная. Так, дверь закрыли. Мы туда не попадем сейчас, но покажу вам чуть попозже. И вот такой вот стол для нас накрыли. Потрясающий завтрак. Мироба! Но самое интересное в этом кафе, то что отсюда открывается просто невероятный вид на Аланию, на набережную. Посмотрите, какая красота. Видно. Виден весь, весь город отсюда, рынок, набережная. Крепость не видно, но очень красивые виды отсюда открываются. Вот так вот выглядит наша большая дружная компания. Всем дарят гвоздики. Очень вкусно. Мы покушали, интересно пообщались. Ну что, друзья, наш завтрак закончился. Я поеду на набережную, покажу вам, что же там есть интересно. Только не говорите, что мало народу, потому что утро и будний день. Еще нам подарили гвоздики. Вы видели вот такие вот красивые. Ну, в общем, очень-очень интересно ходить на такие завтраки. Несмотря на то, что я долго живу в Турции, все равно что-то интересное я всегда узнаю при общении с с новыми интересными людьми. Ну, а теперь поедем на набережную. Вот, кстати, та самая лестница, про которую я вам говорила сверху. По ней вы можете подняться и пройти до очень интересной смотровой площадки. Ну, а вот отсюда открывается такой вид на набережную. Я уже около Красной башни. Много здесь молодежи. И я приехала сюда посмотреть, есть ли купающиеся на пляже. Кстати, ну, как я уже сказала, будний день. 10 часов утра. Конечно же, купающихся нет. Но вот этот пляж мы очень-очень любим. И я думаю, что днем, может быть, часа через два к двенадцати уже будет народ. Потому что невероятно теплая, классная сегодня погода. Температура воды, наверное, градуса 22. Ну, а на солнце, я думаю, что будет все градусов 25. Вот такие вот у нас милые котики по всей лане. Ой, посмотрите, какие у него шины на велике. Очень интересно. В общем, друзья, познакомилась с очень интересным человеком. Дядечка из Голландии, живет здесь. Очень нравится ему Турция. Уехал он из Голландии навсегда. В общем, у него, он работал в строительстве дорог, дорог велосипедных и так далее. Очень много разных интересных планов. Поэтому, будьте открыты, и люди к вам потянутся. А я поеду дальше. Вот и первые туристы, которые наслаждаются солнцем, морем. Я приехала на пляж к Мэри Алани. Народу пока нет. Никто не купается. Но, друзья, я стояла на солнце. Очень жарко. Я думаю, что на пляже можно спокойно загорать. На Клеопатрию я сейчас не поеду. Но я думаю, что на Клеопатрии намного больше народу, чем здесь. И, конечно же, вот этот очень классный пляж. Здесь мало бывает волн. Но вот эта вот парковка, она совершенно портит весь вид. И расскажу вам то, что в ближайшем будущем, в одном из моих видео, вы уже видели, что строят новую мэрию Алани, новое здание. В следующем году она будет построена. Это здание будет построено. И вот это вот старый дом. И за ним находится также здание, где находится губернатор Алании. Все это дело снесут. Парковки этой тоже не будет. И мэрия Алании переедет уже в новое здание. А здесь будет культурный центр и большой-большой парк. Поэтому, друзья, все в Алании меняется. Кстати, вчера вышли новые планы пятничного базара и свадебного салона. В ближайшем будущем там тоже снесут подобное старое здание. И обустроят территорию. В общем, будет еще красивее, еще зеленее, еще интереснее в Алании. Дорогие друзья, еще я познакомилась с норвежцами из Осло, Тет и Карен. Давайте же узнаем, как им погода в марте. Как вы думаете о море в Алании? Я думаю, что это прекрасно. Это очень красиво. В сравнении с тем, что мы в Норвеже. В Норвеже. Это ловежский салон. Да, точно. Так что мы надеемся. Мы надеемся, как мы можем. Как мы видим. Да. В сравнении с тех, кто живет. Да. Смотри на меня. Да. Вы выглядите, как вы приходите из России. Я думаю. Мы из Норвежи. И мы часто называем, что это нормальный summer в Норвеже. И мы очень благодарим вас. Спасибо большое. У нас есть планирование для проведения. Но до сих пор мы ждем этого challenge. Мы не принимаем это. Я надеемся очень холодно. Потому что я на велосипеде. И, понимаете, в воздухе. Но в солнце, это очень холодно. Вау! Потому что, когда я ходу, я чувствую, что это слишком много. Но на велосипеде, это хорошо. Да. И это очень красиво. Мы шли на берегу. И это такое красивое. В флете, приятного физического ученика. Темную и филе, это также для тех, кто у вас ну-как. Для успехов. Для успехов. Да. Любехов, которые могут ходить всю жизнь здесь весь день. И я встретил очень много людей. Так что у нас есть небольшой количества. Мы делаем все, очень хорошо. Мы делаем один вечер-майл-майл-майл каждый день. В комфортном спичке. И мы берем some food и эфес. Эфес, эфес. Эфес, эфес. Эфес, эфес, мы любим его. Мы любим его. Эфес, эфес. Эфес, эфес, эфес. Не слишком много. Не слишком много. Всегда достаточно. Не слишком много. А у него есть мистер? Или он только мистер? Нет, я думаю, что он... Он только мистер. Спасибо большое. Ну а на сегодня, друзья, я с вами прощаюсь. Еще раз поздравляю всех с 8 марта. В 2 часа поеду на выставку, посвященную 8 марта. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Ставьте пальчик вверх. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Пишите комментарии. Всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»